Инспектора останавливают такси возле Перми 2, проверяют соответствие машин новым правилам извоза. Ездить без шашечек и бумаг теперь не получится. Желающие заниматься частными перевозками должны оформить целый ряд документов. У первого водителя с этим все в порядке. В первую очередь должно быть разрешение Министерства транспорта Пермского края на это управление. Путевой лист, страховка. В данном случае у этого водителя все идеально. Доктор он прошел, механик машину осмотрел, путевой лист в порядке. То есть претензий с нашей стороны в этой статье к нему нет. А у водителя этой машины масса проблем. Нет ни разрешения на работу, ни страховки. Если у водителя такси не все в порядке с документами, его отпустят. Но только пешком. Машину отправят на штрафстоянку. Перед этим снимут шашечки и открутят госномера. Кроме того, сотрудники ГИБДД оформят протокол об административном правонарушении и выпишут штраф. Если незаконное такси остановят во время движения, водителю придется выложить 5000 рублей. Если такси без необходимых документов в момент проверки находится на стоянке, размер штрафа составит 2500 рублей. Сами частные перевозчики утверждают, что не в состоянии работать по новому закону. Оформлять документы слишком дорого. Но извозом все же продолжают промышлять на свой страх и риск. Из всех, кого мы остановили, они в принципе знают, что есть такой закон, что необходимо получать разрешение. На сегодня в Перми уже выдано более 400 таких разрешительных документов. В ходе рейда сотрудники ГИБДД задержали порядка пяти нарушителей. Акции по выявлению незаконных такси будут проходить и в дальнейшем. Дмитрий Копанцев, Сергей Пьянков, Телевизионная служба новостей.